Проходите, Христос, проходите. Господи, благослови наши занятия, отверзи наш ум по разумению Писания и помоги в жизни претворить слышанное Слово с ревностью, в Духе Святом и с любовью. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Как ты ее пристроишь туда? Да ты ее туда, в Краме, оставлял, довезешь. Какой? Второй или дай? Второй, второй. А, третий? Третий был. Вот, молодец. Давай с тобой, слава, не на руки. Сейчас мы будем, мужчинцы, на месте. Так, подбирайте. Видите занятия? Сюда подойдем, давай, скажем. Ой, дитетка здоровая такая, заслонила нас от солнца. Давай, тебе поклонимся. Господи, Иисусе Христе, Сын и Боже. Сядьте на место, все, начинайте занятия, потом. Господи, слава. Все, потом, все, все. Я понял, что не так, не так, зачем болтать, не так. Ты ждешь нашего поклонения, слава тебе. Ну и все прекрасно. Благослови тебя, Господи. Уже договоримся, договоримся с вами. Поехали. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Послание к Евреям, святого апостола Павла, 6 глава, 13 стих. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря, Истина, благословляя, благословляю тебя, и размножая, размножу тебя. Толкование. Закрыть шторку там. Так как много было таких, которые наследовали верой обетование, то он пока теперь опустил всех прочих, отстраняя их для последующего, и напоминает только об Аврааме, как по важности лица его, так особенно потому, что он и удостоился, и получил обетование. И этим он также показывает, что не должно предаваться малодушию, но уповать на Бога, который обычно не скоро исполняет обещания, но спустя долгое время. Когда же Бог клялся собою? Или в самых словах, в которых говорит «я клялся собой», а может быть кто-нибудь скажет, что в слове «истина» содержится клятва Бога собой. Ибо «истина» значит «поистине», то есть не что иное, как утверждение истины, но истиной может быть кто иной, как не Бог. «Так и Господь в Евангелии, говоря, истинно, истинно говорю вам», например, Евангелие Таана 11, 26 и другие, «клянется той же самой клятвой, клянется самим собой, как и Отец, так как не имеет клясться выше». Однако некоторые думали, что и сам сын тогда беседовал с Авраамом, ибо Писание говорит «сказал же ангел Аврааму» в бытие глава 18, но никаким образом, говорят, отец не мог быть ангелом, но сын великого совета ангел. «Вопросы?» «Я не уходил на поселение...» «Чего ты хочешь сказать?» «Ну, давай наглядываем этот раз, Бог запрещает клятся, тут клянется самим собой, и как-то давно еще беседовали, и, по-моему, брат утверждал, что клясться чем-либо это грешно, а просто как бы клясться, это не грешно, помнишь разговор?» «Я не говорил просто, я говорил, чем клясться-то, кто там, чем клянется-то? Покажите, чем клянутся-то? Клянутся там землей, подножьем, ног его и так далее, там все это небом там клянуться, головой там или еще чем-то. Чем клясться-то, не просто, что клянусь, там ты дальше произнесешь нечто такое, что будет грозное для твоей жизни и спасения. Вот чем дело. Смысл за слово обещания есть и клятва. Вот оно в чем-то. У клятва есть торжественное обещание. Или клятва нужно обязательно чем-то, если чем-то поклянешься, то это на тебе... Конечно, обещание это не клятва, торжественное, причем придумали торжественное обещание. Обещание это ты по силам даешь. Может пересадите сюда? Теперь убрали со стома. Давайте здесь хорошо. Посидим, да и сидим. Здесь ярче братья будет. Сидите, садите, сидите. Все нормально, видно. Я вопрос хотел задать. Вот люди клянутся. Президент выходит и кладет руку на Конституцию Российской Федерации и клянусь. Я видел в фильме. Это Медведев так делал и Путин неоднократно. А в Америке у него Библия лежит. И Трамп кладет руку на Библию. Порошенко тоже на Библию. На Библию тоже, да. На Стружественное. Я не видел Порошенко. Так вот, кто больше согрешает? Те, которые на этом или на Священной Библии? Дело в том, что жизнь каждого, надо сразу знать, как поступает этот и как этот. В общем-то, одинаково. Скажем так. Но кто больше согрешает? Потому что одинаково нарушают обещания. Ну, конечно, кто на Библию клянется? Ну, подумайте сами. Может быть, в России это нужно установить. Говорят, не теократическое государство, Америка не теократическое, а многоконфессиональное. Да. Там индейцы есть, тут индейцы от меня. Тут там негры своих, сколько течений есть. Черное, экстремисты. Кто больше согрешает, нарушая написанное в этой кризисе? Он клянусь. Клянусь, то есть она меня ведет, мной руководит, она меня наполняет, я клянусь. Допустим, в Евстрате, когда арестовали, а они почему-то у них дома уроки шли, и они не закрылись, а у них магазинчик тут был на первом этаже, и не закрыли двери, а сосед там послал кого-то, слугу, что-то надо было ему. Он зашел, никого нет, а-а, нету, слышит, поет. Он тогда полез на второй этаж, а они там молятся, считают. Он быстренько спустился, и сказал, ну, сказал так это все, говорится, заложили, сообщили, взяли. И вот, когда поверили, он обернулся, и вот глядит книги, и он говорит, книги, обещаюсь вам. Я не знаю, как вам, меня это трогает очень сильно. Вот так вот, обернись, и его арестуют, когда. Евангелие, все равно, видишь, Евангелие, я обещаюсь, по имени Иисуса Христа, дай Господи сил. И будут бить, побивать, насаживать, накол насаживать, через задний проход, человек висит, он вот здесь выпирает, уже исчезнет. Внутренности, кишки, все прошло, он живет еще сутки, больше. Что он испытывает, человек? Вот такие, ну, садистки, так называемые, так это обыкновенное. Петр Первый, преобразователь вот этого, старого строя, я его называю, антихрист российский. Ему кто-то сказал, что твоя жена с таким-то солдатом, это майором, знается-то. Он быстренько устроил в допрос, и что-то там подтвердилось или нет, но он хотел это. И он тогда, где она есть в комнате, и прямо перед окном сразу водрузили кол, он, примерно, руку толщиной, такой, за овамины, и дальше они его намыливают, чтобы далеко проходило. И далее его тянут, вниз, насаживают, и он перед окном, у ней было, она должна была сутки двое смотреть на него. Но это явное дело, что он хотел, чтобы она знала, кого она взяла. Ужасно, конечно. Так вот, я клянусь, кто вообще само клятву, для кого в грех? И где больший грех? Который в России, или мы теперь в Украине будем сравнивать с Украиной? Здесь, на Конституции Российской Федерации, прямо видно, Конституция, а тот на Библии. Мы не говорим о том, что нарушают, будут не нарушать, но именно сама клятва. Чья клятва более неугодна Богу? Российская. Ай! Российская. Почему? Надежда Васильевна говорит, Российская. Российская. Более неугодная. А как Анатолий считает, Владимир Владимирович? Он не слышал, о чем вопрос. Он только зашел, не слышал. Когда избирает президента в Российской Федерации, он выходит, там идет, как он перед ним, дверь открывает, там все идет, на левой рукой машет, правая не машет. Ну, это, чтобы равновесие тела было. И потом он заходит, и клянусь, и руку кладет на книжку, книга большая, большая, такого размера, Конституция Российской Федерации. И он клянусь, все будет стоять на страже народа, быть гарантом, ну и прочее. В управлении тот кладет на биглию Порошенко. И слова-то почти те же самые. Кто больше согрешает, что хляпу произносит? Порошенко. 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 А другие отметили, что здесь согрешают больше. Вот между собой теперь давайте договоримся. Как голосовать будем? Ну, вообще-то, с какой точки зрения смотреть, если с точки зрения христианства смотреть, согрешают оба. Потому что в Библии сказано, не клянись. Вот. Если с точки зрения мирской смотреть, то Порошенко это лицемер. Он человек неверующий. Можно даже сказать, антихристианин. И клянется Библией. На Библии. Библия лама у вас лица. Великолепно. Дискриминант. Он клянется на Библии, в которой написано, не клянись. А в Росситко себе раз и не написано. Это обыкновенная книга. Лучший опыт взят. Работали специалисты, юристы. Он так и говорит. Вот это и есть главное. Еще только руку положил, он уже более виновен. Потому что в этой книге написано, не клянись вовсе никак. Никак. Ни землей, ни небом, ни волосами, ни храмом, ни ничем. Вот. А как тогда? Как правильно? Ну, как? Клянусь не говорить, выбросить. Тогда пойдет. Обещаюсь. Книги. Я обещаюсь вам. Вот это здорово. Книги. Божественные книги. Он как душевленным предметом говорит. Здесь так же. Считай. Я считаю так. Не настаиваю. Можно и руку положить, чтобы видели. Я думаю, клятву составлять надо так. Я просто экспромтом скажу. Что я обещаюсь. Все силы приложить. Таких же иметь помощников, чтобы соблюдать все, что написано в Холлигенбайбл. В Святой Библии. Все. Обещаюсь. А это нам разрешается обещаться. Если, дальше добавить, если, Господи, продлишь мою жизнь, сохранишь меня от покушения, и угодно воле Твоей будет, если будем живы и здоровы, все сошлось, тогда не согрешит. А если не так? Если не так, ну, виновен я буду, но мне даже не дать гарантию, что я не буду ни подсуден. Гарант. Вот, и он виноват, его взяли, умышлен делал. Грозит срок, но у него гарант, потому что он занимал, садить его нельзя. Если умышлен, он там не изменял государству, не заключал, как Мазепа, союзы. Петр Первый усердил специальную медаль в честь предательства Мазепы. И какая-то медаль была огромная, чугунная предателям и иудам. Пьяницам тоже так выжил. Ну, в общем, я свое выступление передавал. Никогда никак не клянись. Это Златоуз говорит. Говорит примерно на 12 томов ему, почти во всех томах есть. Кто клянется, я не допущу на порог наступить. Кто клянется, я извергну из церкви. Он стоит, непрерывно грозится. Кто клянется? А как? У вас будет да, да, нет, нет. Я говорю, да, я постараюсь исполнить, изучать Библию, и вы мне подсказываете, граждане, пишите письма, где я поступил неправильно. Я тоже смертный, тем более выборная должность. Это не династическая, поэтому я не очень-то заботюсь как бы исполнять-то ее. Царь-то думал внукам передать, ему надо было в водках держать, а этот, сейчас говорят, вот другого там груди не сбрали. Эти-то уже наворовались по горлу, а эти новые-то пойдут теперь хватать. Не надо этого делать. А вы как хотели бы? Я не знаю, хотеть, я не могу хотеть. У меня Господь отнял это хотение, потому что тьма. Я не знаю, я не вижу. и в этом надо признаться. Сегодня какого-то там мне выслал Юрий Соболев научное исследование. Допустим, определенно говорит, земля только плоская, она на слонах стоит, а под ней хит плавает в водах. А или врач говорит, вот это я знаю. И за 15 минут показывают, у меня покупаешь лекарство, как этот, Владимир Георгиевич Жданов, и это, ну в течение полгода ты будешь, даже ничего не будет. То есть он так. Почему? Он ничего не знает. Шарлатан. А врач, который знает, вот как Виктор Андреевич у нас, врач кровопроводной больницы, так он на 10 раз, он сам исследует, патологоанатом, и он говорит, не уверен. Параллельно еще, пускай кто-то проверит где-то. Вот. Чем у человека больше знаний, тем больше у него сомнений. Потому что необъятное перед ним. И он все знания применил, не хватает. Давайте параллельно кто-то. Тогда мы посмотрим, может быть, как-то. А сегодня это выведена такая формула. И процентом отношений, который, я клянусь, точно как, минимум как 50% он уже проиграл. Не знаю. А который сомневался и назначал разные экспертизы. У него примерно на 20% ошибаются, а 85% правильно, или там 15% ошибся. Сомнение, это пользительно, когда ты не знаешь. Не Сюрну Божьем. А в жизни? Надо? Не надо? Не знаю. Ну все. Игнатий Тихонович, вопрос. Лучше сказать не знаю? По жизни? По жизни? Да? Значит, да. Убийство оно выполнено. Нет? Нет, сказал нет. Не разговариваю. Писание говорит нет. И что вы не будете? Не буду. У меня это было. И вы не выйдете на работу. А как я выйду? Бог запрещает. God forbid. Павел говорит, никак. А по-английски означает Бог запрещает. Все. Вы никак не... Никак. Потому что сегодня Кфомина неделя считается. Сегодня здесь. А уже сели на с работы ехать. И начали. Да как такая... Так тут нужны. Мы город перестраиваем. Перестройка города была большая. Я не могу. Я еду в храм. Здесь Кехимов, Новосибирск. Ну все. Ладно тогда. Не забывай про нас. Помолись. Как бабу заиграли. Да что это такое? Этому баптисту все разрешают. У меня дома ребятишки. Я тоже. Сядь на место. Сиди. Кто тебе разрешит? Ты Богу не молишься. Он как будто бы со мной жил. Вот и все. Я выхолпатал это. Ну тогда обязательно напишите. Напишу. Я написал. Если бы хорошо работали, воскресные дни бы не захватывали. Они Богу посвящены. А раз работает плохо и ворует хорошо, то у нас ничего и нет. Вот как хорошо сказано. Ну все. Мы друзья остались. А на следующий день я остаюсь после работы. я воскресенье восполню. Александр Иванович Устинов вот у нас в Потеряевке в Володе живет там. Сын. А он отец. У него, кажется, 9 сыновей было. Одна или 8 сыновей. И вот он, когда в тюрьму его посадили, судили, потребовали расстрел. Масонский протокол опубликовал. Всю войну провел на передовой. Начальник радиостанции Константина Константиновича Рокоссовского. И ни одного ранения нету. Я говорит, ремонтируй, станция бывает перешибет. Мина там упала. Тут я прям на глаза их вижу. Просвистели где-то осколки. Ни один нет. А там он узнал, что такое масоны. И стал говорить. И судил. Я не знаю, почему Меркулов. Это был он тогда заместителем Берии. Ну и приговорили. Я сразу... Ну поняли? Что поняли? Вы меня ко Христу отправляете. Я скажу, у меня давно охота уже туда. Ну, писать надо, там, как-то, чтобы помилование было. Он говорит, а зачем я не желаю? Они его продержали сколько-то и сами написали. Помилование... Ну, распишитесь. Он говорит, зачем я буду расписывать? Я сказал, я хочу быть расстрелянным. А смерть, да я сотни смертей видел. Все. Они сами написали и сами послали. И ему заменили. 25 лет. 5 лет высылки и 5 лет поражения в правах. 35. Все. А Сталин, так говорит, скопытился. Через 2 года 4 месяца. Его выпустили. А теперь реабилитация настала. И вот он рассказывает, как с ним поступали. Он говорит, у нас праздники будут сейчас, благовещение. Я на работу не выйду. Как не выйдешь? Ну, тут что? Вот у меня тут бригадир, говорит, съедят. Ну, скажи им где-то. Ну, пошел, сказал. Говорит, у меня вот такой попался. Говорит, я никак. Он пришел. Устинок, так ты еще серьезно? Абсолютно, гражданин начальник, серьезно. Я не выйду на работу. Да мы же тебя тут сгноим. Да вы уже половину с меня сняли. Да это вы тут дармоедствует приешита. Он говорит, нет, гражданин начальник, это вы дармоеды. Штаны протираете, сидите, а работать не даете. Я сказал, заранее, я вам сказал, заранее, за неделю сказал, я не выйду на работу. На следующий день я в две смены выйду. В две. Я вам сделаю столько всего. Он там на токарном станке, там на разных фрезерных. Он все знает абсолютно. Вот так, не надо бояться. И тогда начальник приходит и бригадир говорит, а какой праздник впереди? Он был, сейчас близко нету, но дальше только Пасха у нас. И что? Я тоже не выйду. Ох ты, да, Устинов. А как же так? Ну, вы скажите только. Тут еще впереди верное будет, я тоже не выйду. Все, больше никак. Понятно? Это мне он рассказывает, когда я еще в тюрьме не был. Я это знал. Это вот помощь была. Когда на допросах, как себя вести, когда в тюрьму уходишь, но у меня было намного выше, чем он рассказывал. Почему? Я Евангелие знал. Как войти в камеру. Перекрестелся, а тут дымище, когда быстро. Мир даму всему! Все зашевелились, что? Все, тут я начинаю проповедовать уже. Каждый день два часа. О! Это кто Бог? Это Господь. Вперед. Не клянитесь. Но, как же вопрос тогда, если Господь говорит, не клянитесь, а тут он говорит, сам клялся, сам собой. Ну, так он сам клялся. А ты что, Бог разве? Он безгрешный же, Господь. Он же не мог решить. Он знает, что я это сделал. А мы-то клянемся, мы не знаем, что это сделаем. Ты волос белый не можешь сделать, черный. Я бы сейчас, ну, даже пенсию отдал, чтобы у меня волосы выросли, как-нибудь, кудрями вот такие у меня вились волосы. А что тут теперь? Однолысина. Ну, когда говоришь, да, да, нет, нет, а все, что свыше, что у нас дается. Для нас. Бог творец, а мы не творцы. Чтобы между собой, когда разговаривали, да, тогда не... Бог уничтожил мир потопом. Ну, я тоже сейчас взорву водокачку, пускай все тонут. Говорят, мы заложили 90 атомных бомб, русские говорят, под берегом Америки. Если Америка пойдет, одновременно сейчас нажимают, и 90 атомных бомб. Поднимается волна высотой там 500 метров, полкилометра. А Америка, половина сразу будет смыта вся. Сегодня опубликуют, что уже сделано. Даже невероятно. И говорит не кто, так генерал-полковник, там, и вошел, другие это окажутся. Я не хозяин. Вон. Просится. Обещание, я считаю, приравнивается к клятве. Нарушать нельзя. Та же клятва получается. Нет, где-то нельзя, где-то можно. Иисуса спрашивали, почему не отвечаешь? Но Иисус молчал. У нас два варианта, молчать или говорить правду, только правду. Сколько считаешь, чтобы другого не выдать. Все. Вот пришли, указание пришло от императора арестовать Анфима Некомедийского. В честь его у нас потеряет, святая Анфима, скаучина. Ну, а он, зная, ему Бог открыл, и он, они везде проверяют, в селах районные, там везде проверяют, ну, никто не знает, его не видели нигде. А он вышел навстречу. Старец добрый, ты не слышал такого, Анфим, в Некомедии был? Слышал. Хороший человек. Он был. А когда уверовал, он увидел, что он никто. И Бог его поставил епископом. Правильно. А ты не скажешь, где он? Скажу. А что для этого нужно? Чтобы вы пришли у меня пообедать. Или вы же давно вышли-то когда? Сколько там обыскивали? Нету. Вы устали, отдохнете. И потом я вас прямо отведу к нему. Он так накормил, напоил, отдохнули. Ну, где? На второй этаж полезли. Вот он я. Руки не поднимать. Вам дано указание взять. Вы сделаете, что вам положено. А со мной что будет? Это от Бога. Все. Это единственная раса в мире была. Вся община до одного человека взошла на небо. А сколько было? 32 тысячи в общине. 32. Это на стадионе не всегда столько бывает. И ни один не отрекся. Всех сожгли. Вот так. Нам примеры очень хорошие. А, вон, смотри. Вы сказали, что сожгли 32 тысячи. Их же в храме, скажешь, сожгли по житиям святых. Еще хотелось. В храме, спрашиваю, сожгли 32 тысячи? Да, в храме. Это ж какой храм должен быть? Больше стадиона? Сначала 20 тысяч, потом 12. А, частично, частями? 12, да. А остальные потом были найдены. Остальные. Значит, такие были храмы грешные. Ну, 16 сентября, по-новому стилю, прочитайте его житие. Это в книгу Гиннеса занесен, по-сегодняшему сказать. Вся община, ни один человек не отрекся. Вот про этот случай говорят, когда они шли там военное-то все. И ведь впереди выскочила женщина, дверь не закрыла, калитка хлопает. Она бежит. Задержать. Куда ты бежишь? Не закрыла. Бегу в храм. Стой. Да ты знаешь или нет, что мы идем туда расправиться? Я поэтому и бегу. Ребенка-то зачем берешь? Я хочу, чтобы она тоже со мной, девочка, на небе была. Это народ непобедимый. И только так. Мясо разложили везде, треночники, рукой возьми один кусок и положи на жертву. И иди домой, и иди и проповедуй, что хочешь делать. Но ни один не пошел на компромисс. Ни один. А вот сейчас возьми на твоих глазах, девочку или сына твоего будут казнить. И только ты можешь спасти. Принеси жертву, что будешь делать? Пока мы вот здесь все сидим, я точно знаю, что я бы не стала. А вот когда воочию... Да, вот это и оно. Когда она заболела, я таких чувств не испытывала, когда она чуть не умерла у меня пять дней, сорок, и уже все, ребенок чуть не умирает. У меня все, душа в пятки ушла сразу. Вот так. Хотя я готова была, всегда говорила, господи, если тебе угодно, забери, лишь бы спаслась я только. А когда на деле подходит, вот это я не знаю даже. Помоги, господи. Это господь может укрепить. У нас котенок маленький, как будто она же в кошку превратилась, палевая, палевая назвал. И она бегает быстро, то и видимо с третьего этажа и ударилась головой, и у нее началась опухоль, видно. И она вот так вот. И Настю пригласили, она там уколом давали долго. Котенок всего лишь только. Знаешь, как жалко было? Мы уж ее прям и уговариваем, и погладим, и дать хоть что-то ей, она ничего нет. Даже сейчас выздоровел, и не головка маленькая на бок. Котенок, а это ребенок. Это не скажи. Ну, даже говорить страшно. Но ты должен все превозможить. Бог дал, Бог взял. И при том, ни один ребенок, десятерых Бог отнял в один день. Дьявол отнял по допущению Божьим. Вы знаете, книга Иова перед Псалтирью. Бог дал, Бог взял. Все. Не цепляйся за нее. Бог знает, что она будет не так, какой ты думаешь. Она будет на позор тебе. Господи, взял бы ты раньше, я бы благодарна была. Она в раю будет. Она ничего не знает еще. Все здесь есть. Вот так. Вперед. Посланник Евреям, 6 глава, 15 стих. И так, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Толкование. Каким образом, в конце послания, говорит, что они только издали, видели исполнение обетований и радовались евреям, 11-13. А теперь говорит, что Авраам получил обещанное. Не об одном и том же, говорит здесь и там. Но здесь говорит об обетованиях земных, которые Авраам получил спустя долгое время. А там о небесных, которых он еще не получил. Однако и то, и другое, и то, что он получил, и то, что он еще не получил, служит утешением для малодушных. Одно, потому что и мы получим, если обнаружим долготерпение. Другое, потому что, если еще не получил тот, кто достиг совершенства за столько лет, раньше, то слишком неразумны мы, негодующие на то, что еще не получаем. Смотри, как он сказал, долготерпев, получил обещанное, чтобы показать великую силу долготерпения, и что не одно только обетование совершило все, но и долготерпение. Здесь же внушает им и страх, давая понять от противного, что малодушие препятствует исполнение обетования. И это случилось в пустыне с древним народом, который малодушествовал и совершенно не получил обетования. Итак, кто-либо скажет, почему же святые, долготерпев, не получили, как говорится в конце послания? Они во всяком случае получат, а роптавшие из народа и не получили, и не получат. Бог дает обещания под условием, под каким-то, да, то есть они роптали, а Бог же обещал, не получили, а которые не роптали, те получили в будущем веке. Так получается. Земля обетована, это прообраз Царства Небесного. Роптавшие не получили, но кто-то увидел, никто же не получил, хотя Бог обещал землю там, это, 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 деревня не получили, а когда общий суд придет, и тогда получат. Вот мы смотрим Кама Гридеши, ну, главный герой, и говорят, а почему мы, домой-то не отпускают, мы воевали, тут заслуженные пришли, войска привели, а ему говорят, Нерон ждет еще с той стороны, и с другой войска, посланы были усмирять народы, чтобы общее праздничество сделать. Одно, государственный день победы, вот так, и поэтому по отдельности Бог не награждают, но они не мучаются, чтобы суд Божий начнется, страшный суд, и от Адама все встанут праведники, восхищены будут тогда. Вот прах ничего сотлели, их косточек нету, и вдруг все соединится до молекулы, и волосинка ни одна не пропадет, но тело будет необыкновенное, ни тлеющее, ни болеющее, ни стареющее, и так будет. Вот если бы в это верили, вот Серафим Саровский как, вот сидит он, щадо мое, вот представь, вот это вот помещение, все, все-все наполнено червями, которые, не рыбу ловим там, гальянов, а которые прогрызают человека, каждая щель на тебя, и будет прогрызать тебя вдоль, поперек, руки, ноги, в ноздри, в глаза, щадо мое, но стоило немного претерпеть хотя бы лет сто. Что дается? Да поэтому эти временные страдания, тем застрадания Бог еще воздаст. Вот меня допрашивал один приехал, я не знаю, там кандидат науку или кто, Лазарь Моисеевич, ничего непонятно-то кто. И он меня спрашивает, а вот как вы считаете, вот у вас с Варварой Миколючей в Великобритании защититься? Я говорю, конечно. И Зоя Космодемьянская. По-вашему, кто больший герой? Я говорю, да тут догадать не надо даже. А все-таки. Да я говорю, что ж тут не понимать-то? Он думает, ну куда снаться? Я говорю, да конечно, Зоя Космодемьянская. А почему? Я говорю, потому что в ней впереди ничего не было. Она расставалась с этой жизнью навсегда. Она не вернется. А Варвара Великобритания знала, что она получит все отрезанные груди, отрезанные пальцы, она все получит. Это временно. На день, день, два. Дальше она все получает обратно. А у той ничего нет впереди. Ни родителей не увидит она, ни друзей, ни комсомольская организация, она никого не увидит. Поэтому подвиг по-земному у Зои Космодемьянской несравненно выше. О, как вы рассудили. Правильно нет? Что ж неправильно-то? Правильно. Мазур фамилия его. Я сидел там в психиатрической больнице на проверку. Они называются экспериментальные такое. И там все открыто, как палаты. Ты ходишь из одной в другую. И вот у меня книга есть тут, для слова божия нет ус. И там все написано. Какую мне дали характеристику? Как были? Бесстрашно ходил, говорит, в камеры. Там наставлял на преступника, а там в основном за убийство сидели это с ними. Характеристику хорошую дали. Не навязчив, теплый в отношении к окружающим. Что есть? Ну, может быть, что-то когда-то и было, но ничего нигде нет. А врачи расположились. Ну, мы можем вам написать, вы хотите, я говорю, я этого никак не хочу. Дескать, где-то там поработаешь года два там в Алмата ящики сбивать для пива-то. Ну, и дома отпустят. Дурачок. Спрашивают, дурака-то не судят. Я говорю, нет, мне как раз это не надо под дурака играть. И как? Я хочу в суд выйти, сказать речь программную. Это они мне не дали, обманули. Сказали так, люди сидят, мама, это через два дня, через три дня будет в суд, пока работать будут. Увезли, все ждут. Они меня через один день вызвали. Вытащили, вытащили, привезли. Зашел пустой, никого нету. Ну, так, Лапкин, говорите слово. Я говорю, я не вижу родных. Так вам что, аудитория какая нужна? Вы так не можете? И только одна моя мама прилетела с Фрузии. И я пойду. Говорит, мама, да и через три дня сказали. Да, детки, я слышала, ну, сердце болит так. Пойду я сегодня. Пришла я одна в зале сидела. А отказать ей нельзя было. О! Есть еще вспомнить. Поехали. Евреям 6.16 Люди клянутся высшим. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Толкование. То есть, клятвой разрешается недоумение во всяком прикословии. Ибо много говорят и возражают в споре с той и с другой стороны. Но клятва, являясь последнюю и подтверждая, разрешает все сомнительное. то есть, я правильно понимаю, люди спорят, одно утверждает, другое другое. И с друг другом не согласен. Потом говорит, поклянись. Поклялся, вот теперь верю. И все, спор на этом закрепляет. Так что ли? Вот почему неверующий человек говорит, когда, допустим, где-то на Филиппинах, так, ваше вероисповедание, он начинает, католик, его записывает, ну, вы свидетели, свидетели вызывают, судят. И советского вызывают к журналисту. Ваше вероисповедание, он говорит, я не верю. Так, поясните, как-то не верите. Ну, не верю. А во что не верите? Ну, что Бог есть? Бога нету, это вы так думаете. Так, выщеркните. Свидетель он не пойдет, к выводу, что судья должен быть только верующий. Пусть это будет баптист, православный, католик, мусульманин, но чтобы только он верил. Он сказал, я верю, что будет страшный суд. Я верю, что там будет открыто все, как было. И там бесконечные мучения человек получит. Судьи, неправду рук своих возлагайте на весы. Господь говорил, волки хищные вечерние, до утра ни одной кости не оставляют, пророк там с Афония говорит. Обязательно должен быть верующий. Неверующий должен быть его в обвинении. Ну, сказать это, свидетеля не взяли. Он важный свидетель был. Неверующий. У нас написано в Конституции. А здесь он стоит, плетет, что попало. А как проверять? Ну, сумел я доказать? Сумел. А все равно сделает, как он сказал. Вот я сужусь в последний раз. Против меня книжку написали. Морозов был Николай Иванович. Бывший, как сказать, партийный деятель Мамонского района по политике там, или как они назывались. Идеология. А? Идеология. Идеология, да, действительно. Идеология. Ну, и я доказал, что он не приезжал по Теряевку. Его не было. А как? Очень просто. И он взял одного свидетеля, Гатценбиллер, фамилия его. И судья спрашивает, покажите все. Так. А у вас трудовая есть? Есть. А я написал, пусть он покажет трудовую. Трудовую. А его до этого спросили, вы с кем приезжали? Он говорит, я не один был, Гатценбиллер был. А кем он работал? Ну, он был у нас назначен в это время директор научной книги. Библиотека, научная книга. Ну, записали, записали. Теперь Прусская принесет трудовую книжку. А в трудовой книжке говорит, что его поставили на три года позже, чем он говорит, когда Потеряевки уже не было. Как он бы мог приехать тогда, если он уже в должности директора был в 75-м году, а Потеряевка в 72-м году исчезла? Ну, ясно делал, что врет. Не было ни происшествия, ни места происшествия. Нету нигде. И судья все равно делает по-своему. Его судью надо судить сразу. Я не куда-то пошел в архив Алтайской, Алтайский краевой архив и оттуда достали, что уже в 70-м году в Потеряевке школе не было. Не было. Ее не было. А в последнее время было три ученика, а он пишет в книге, и Лапкин врывался ко мне с женой своей, которая спит, вот с ней, и шел по рядам, а там всего три человека было. По каким рядам? И учительницу Ульяну Ивановну отталкивали в сторону ее, и Лапкин начинал проповедовать. Кому? Начальная школа. Три ученика из второго класса. Какие ряды? Это одна парта. Ну, две. То есть, ну, ничего не сходится. И все равно делает нас по-своему. Дальше начали. Как выглядел мой отец? Они ко мне заехали. О, отец был намного выше вас и то другое. Я теперь фотокарточку показываю и Халентине Пантелеевне нас свидетелем. А вы знали, Тихона Дмитриевича Лапкина, да? Он какой рост там был? Мы стоим с отцом, фотокарточку принес, и отец ниже меня. А вы говорите, он там на бегал, вы выше его был. Ну, вранье сплошное. Я тогда пришел, краевой суд был, судья, вот, Виктор Иванович. И я пришел, когда я ему говорю, Виктор Иванович, это все неправда. И вы сидите здесь. Суда больше не боитесь-то. А у него хорошие отношения со мной были. Как он сразу посуровел. Да ты вы что, вы мне что угрожать думаете? Я не угрожать, предупреждаю. Но вы же видите, не было в это время в Потеряевке ни одного человека. Какие школы? Кого отталкивали? Куда? А он взял свои свидетели, Марка Юдалевича, Марк Иосифович, самый старейший, он 99 лет жил, писатель, фронтовик, еврей. И когда мы в коридоре были, я ему все рассказывал, он меня знает. О, старый дурак, ой, старый дурак, да куда я вляпался-то, зачем я пришел сюда? Он ему наговорил, а он, да, я знаю. А я говорю, он пишет так, в деревне Потеряевка, там лапки иногда тихи, Тихонович, это так написано. Я говорю, а какой же вы свидетели не знаете-то? А он говорит, нет, они не должны были указать вашу фамилию, ни место. А если знает фамилия, место, там можно точно тогда сказать уже, что это именно у вас, а это не разрешается. Писатель не должен брать. Он должен где-то придумать другую эпоху, там, может даже моя фамилия быть. Ну, сказать, в Санкт-Петербурге был кучер Лапкин, Игнатий. У меня так и был, один написал, разозлился на меня и написал, да, при том, Игнатий Тихонович Лапкин был кучером у этой боярыни. Да-да, конечно, это похвально, у боярыни был я не... Пустили где-то. И за что он на меня обиделся? И человек прекрасный, просто замечательный. Ко мне относится прекрасно. Все у нас хорошо. И потом, как-то коснулось, он меня спрашивает, а вы верите, что протокол сионских мудрецов это придумали? Старская охранка. Я говорю, да нет, даже реально, все, видно, тут должны быть все экономисты мира собраны, чтобы написать. Все органы власти должны быть. Там заложено там все, что по ним идет. Да как же так это? А он не понял. Я отвечаю. Но вот я говорю, евреи, а они верят в это. И полукровки, а он полукровка. Как он обиделся и со мной больше разговаривать не стал. Брал мои четыре книги, там что-то на их рецензию дали. Больше ни разу не встретились. Не верят. Ни разу. Не верят. И сколько я не пытался прийти там через отца Игумена и Кирилла Сахарова, так и ничего не добился. У еврея, вот она еврейка была, она ничего не понимает. Но ей сказали, где бы про евреев не говорили плохо, опровергай. Не соглашайся. Ей больше, ты ничего больше не знаешь. Но чтоб ты не соглашалась. И она сидела вот за этим столом, где Валентина Алексеевна сидит. И она так и говорила. Я ей показываю, вот Господь говорит, погибшим обстам Израиля, ни одной овечки живой нету. Скот дохл, а это скотомогильник-то. Я говорю, открывай, смотри. Я говорю, иногда, когда считаешь Библию, в искушение впадаешь, как будто Бог ошибся и избрал таких людей нации. Да почему же было не избрать-то шведов, датчан каких-то, австралийцев там, ну тогда их не было. Вот так. Ну вот, поехали. Евреям 6.17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву. Толкование. То есть, потому именно, что клятва придает людям полную уверенность, и Бог клянется. или посему вместо в том, что клялся, говорит, Бог самим собою, Он с избытком доказал нам, что всячески непреложно исполнить то, что обещал. Ибо, хотя Богу должно было верить и без клятвы, однако, Он снисходит ради нас и смотрит не на свое собственное достоинство, но, чтобы убедить нас, попускает говорить о себе недостойное. Ибо мы, верные, благословенные в семени Его, которая есть Христос, являемся наследниками обетования. Смотри, как и тогда говорит, что Сын посредник между Богом и людьми, ибо Собой, как словом клялся Бог и Отец. Я не по теме, можно скажу? Так, кто заказывал вот такие вот купить? Мне нужно сегодня... Так, сколько тебе? Два. Так, еще кто заказывает? 350 рублей. Сегодня можем к нему пойти и уже сегодня выкупить. Так, фотография, молодые. Два и один, три. Еще кто? А Потеряевки. Кому? Это 20-летие, в 28 лет он снимал про Потеряевку. Лучшие снимки. И молятся, и все здесь есть. О, смотри. Вот это Марина Влади, она как раз поместила в своей центре почти, но та большая была. ну что, больше никому не надо? Для своих друзей там проще. Вот она тысячу три штуки почти можно взять. Мне он подарил, батюшке подарил, Володе и Сергею. Никому больше не надо, все. Ну ладно. Пускай кому-нибудь останется, кто не знает. Евреям 6, 18. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Толкование. Какой и какой? Как тем, кто просто сказал и обещал, так и тем, кто к обетованию присоединил клятву. Так как у людей считается более достоверным то, что с клятвой подтверждено, поэтому и Бог присоединил ее, в которых вместо из них, то есть дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, то есть из них, из этих двух вещей, невозможно Богу солгать. Из этих двух вещей обетование является наиболее достоверным и невозможно Богу солгать. Посему, как поклялся он ради нас, хотя ему и не достойно клясться, так понимает то, что евреям 5.8 Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, ибо и люди более считают достоверным то, что познано на опыте. То есть великое утешение и ободрение. Это сказано не столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам, прибегшим к нему, то есть возложившим на него надежду. В чем же мы имеем ободрение? В том, чтобы держаться за предлежащую надежду. То есть чтобы мы на основании того, что дано было Аврааму, были убеждены и относительно обетований, касающихся нас, и не сомневались бы относительно грядущих и небесных благ, на которые надеемся. напротив, чтобы мы твердо и безопасно держались этой надеждой и не утратили ее. Ибо обетование Аврааму есть обетование и нам, преимущественно нам, уверовавшим во Христа, как сказано выше. В двух непреложных вещах написано. Когда мы у нас беседовали, я задал этот вопрос Генриху пастух. И он это все описал. Он все знает. Я говорю, теперь ответим на этот вопрос в двух непреложных вещах. Вернись назад, объясни, что это такое. дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Как это надо было знать язык, так перевести и литературно, и все, и слова необъемные просто. И навык послушаний, и навык, не навык, а навык. То есть приобрел опыт послушания. Опыт послушания. Если бы я где-то был захвачен в плен, и делал по-своему, делал побеги, и видел, как расстреливают, которые бегают, какое послушание. А когда я смирился, все, тогда я приобретаю опыт, и другому его передаю. Вот здесь мы читаем, Бог потопил младенцев и всех, но и поток-то было, все же погибли. Но Он же сказал, не убей. Сказал, для нас. А для себя ему зачем говорить, мог бы не творить человека. Горшок скажет ли горшечнику, зачем ты так поступаешь? И как? Есть хорошее стихотворение такое, горшки, когда были сделаны, хозяин их поставил подсушить, а потом видите, что уже они подсохли. Теперь печь разжигается и в печь, чтобы эмаль там все ходить. А горшок тут спрятался за другие горшки, и его не увидели, что он. А потом стали наливать, когда, и в него-то долили, приходят там лужи на земле, куча глина лежит, ничего и нет. Вот так. Чесует человек. Вы знаете, что такое «чесует»? Ну и в каких двух непреложных вещах? Да, учитель Израиля, ты не знаешь этого? Считай. Игнатий Иванович, не знают люди. Говорите. Чесную. И чисную. Ну пусть посчитает. Ну мы сидели, и теперь там стал отец Геннадий Пастор, а тогда он был Геннадий, Геннадий Иванович. И я этот вопрос задал. Он все это так и сказал. Я говорю, знаю это все. Когда я сказал, что это такое, я сразу перестал знать. Все. Все такое. Все. Это все фиксируется. Понимаешь, нет? Я не трогаю. Это уже не драка, а избиение, избиение. Тогда пропустим. Разрешите, пожалуйста. Не разрешаю, пожалуйста. Голодой человек. Ну а если ты прощишь, то два варианта. Один да, другой нет. Если я сказал нет, то еще все. Ты меня молотом бей, говорит, молотом. Будет баба золотом. А-а-а. Кто это? Ты сейчас не ищет. Ты вообще понимаешь, нет? Да вытащите. Угрожает? Будьте свидетели. Подходите. Под столом там пролез, там вырезаешь. Не занимайтесь адвокатством. Ну давайте. Пошли дальше. Это обыкновенная женская. Просчитай, там еще написано. Двух не приложишь в вещах. Ну, здесь только они. Какой и какой вопрос. Так, тихо. Что ты знаешь, что? Тихо. Один даст. Ты кто? Ну а что случилось? Обожди, что? Ну не надо. Обожди, что? Откуда взялась-то? Апостол Павел обращается. Жене учить не позволяю не властвовать над мужем. Я не властвую, я прошу разрешения. Разрешите, пожалуйста. Тогда не надо спрашивать. Разрешение всегда предполагает два варианта. Дадут или не дадут? А еще какая-то просьба-то? Я написал заявление, пенсию повысьте меня. Мне отвечали, нет. Теперь пойду взрывать собес? Нет, конечно. Ну я тогда громко скажу. Мне нужно в туалет срочно. По болезни. Я болею. Мне нужно срочно в туалет. Выпустите, пожалуйста, господин Лапкин. А этот маразм. У него как бы только не обозвать меня. Всячески унизить, отскорбить. Ты отвезли с себя. Первый шаг. Это надо. Ты на путь. Только сейчас говоришь-то. И с кем? А ты же видишь, я лучше не проглотить его. Это память их готова. Да я и глотать не собираюсь. Глотайте, глотайте. Меня только смог, пожалуйста. Вот. Чтобы я вот так зашел. Никак не сделал. Успел перекреститься. И в эту пасть. Спокойно. Я всегда спокойно разговариваю со всеми. Ты просто плохо слышишь. Я потихоньку сказала, ты не услышал. Сейчас не наскоро нет. Я громко говорю, ты не понимаешь. Я сказал нет. Дальше описывать не надо, уже кричишь. Когда сказано нет, спокойно успокоилась. И все на место ляжет. Никуда не денется. Как затеяла, сразу раз, только пушка заряжена, немедленно стреляет сама. Спокойно. Вот, давай, как смотрит. Так, пошли вперед. Это идет. Ты на туалет взгляд другой. Дорожка ведет к смирению. Вот, посадили тебя, а там еще нет. А я хочу. Никто не спрашивает, хочу. А вы меня с утра вывели. И да все, до следующего утра. А я не могу. А ты отвечать за это будешь. Ничего не будет. Пошли дальше. В каких двух непреложных вещах? Непонятно, что-то написано. Ну, кто знает. Никто не знает. Я вам советую отложить это, потому что у нас это все описано. В двух непреложных вещах. Это написано у нас. Вот в этих книгах я объясняю при всем народе. Так, а вы пока поищите. Ты лучше будешь знать. Посмотри толкование. Заведи в Википедии, найди там. А эти слова объясняются. Непреложных. Что означает непреложных? То есть не отменяемых. Несомненно. Постоянно. И притом, ведь двое. И притом, убогая. Речь идет о Боге, не о человеке. Насколько сложно было. Давай, пошли дальше. Евреям. 6 глава 19. Евреи знали, потому что к евреям это. Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую завесу. Которая. Его легко было обличить. За завесу ничто не входило. Плотно к земле прилагало. Он что, огородит-то, Павел-то? Любовь сказал бы. Но именно так. Так они там приносили жертву раз в год. И не без жертвы заходил туда первосвященник. Оказывается, никто не знал. Внешне исполняли все. А связи с живым Богом не было. Неужели его Бог не открыл? Потому что он скажет, Господи, а вот завеса, а для чего она есть? А тут какая-то во внутреннейшую входит. Самая святая святых. И никто не видел это, то, что входит туда. Никто. Это Павел показывает. Ты когда будешь задавать такие вопросы, у тебя вот так вот пойдет все. Это сколько же тайны. Это невообразимо. День и ночь видеть. Почему дети погибли к Немерову? Почему? А на это почему ответы давным-давно даны. Вот мы вчера были. Это четвертый этаж. Я говорю, запоминайте, где дорога идет. Если задымится, чтобы успеть слететь. И наглянул туда. И там козырек такой, ну, Крытый железом. Вот если еще с третьего этажа Придется прыгать туда. Ломанемся к низу. И выйдем или не выйдем мы. Да тут не горит. Там диваны, все это все горит. Сгорает. И тем более, это обстановка. Все это газ. Главное, это не от огня погибли, а от ядовитого. Здесь вот все, оно загорелось. А там задохнулись. Да, задохнулись. И мы вчера шли, и я всем, которые шли, говорю, запоминайте дорогу. Если что случится, куда бежать? А там есть такое, вниз спускаешься, доходишь, а там двери заперты. И распустились. Да, мы пошли, по пожарной лестнице пошли, и двери закрыты. Мы дошли, теперь вниз идите туда, по лестнице, и там дверь. Надо на одном из этажей где-то повернуть было, и войти в зал. Это для пожарников, должна быть всегда открыт. Там один этот диван-то я показал, коричневый, сколько он стоил? 240 тысяч. 40 рублей. Да он что коричневый, он кожаный? Чуть не купили. Кожа, она дорогая очень. Да, он диван такой, в этой стенке, потом вот так идет через комнату, и там поворачивают. Есть люди, которые покупают конюшню себе. Половина, это фунтольного поля. Бывайте лагеря, бедешком, купим, у нас, да, вот это мягкое, прижать, нам, в этом диване, 15-этажном дома, все клопы могут поместиться, в одном диване. Да он кожаный, туда не приедет. Давай, поехали, брать, считай дальше. Так, еще раз. Так, сейчас, полное молчание. пожалуются потом. Куда уже все делать? Уже ликующий голос. Владимир Владимирович, подождите, сейчас пожалуются потом. Почему у нас, ну ладно, убрать, я человек, мальчика, любит янодица. Да, опрашивать, вот, ничего не надо. Только одно слово скажи, следователь, все выйдет. По гневу, по раздражению, все выскажет. Ты даже виду не даваешь, что ты понимаешь, что он говорит. А здесь, что-то, почему? Главное, первый шаг не сделан, отвергнись в себя. Тебе должно быть все равно, расставщи. Нет, меня задели, ну ладно, меня не били еще. За воротник, говорится, мне кипятку не сыпали. Я не верю, сейчас же нахуй, что-то разводит. Давай. Ну, пошли. Хорошо. Кто о чем? Кто там поел? Считай дальше. Ой, 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 одним ударом вышибы все. Перестаньте, била Степанова. Надо тогда было садиться с краю, на будущее запомнить. Там села. Не бейте только. Только не бейте. Можно порядок еще огременности, еще два раза зубами щекну, а зубов-то и нету. Че, это нормально? О кротости даже не слышали. Ни моя мать, ни ее за всю жизнь этих слов не сказали. Ни одна. Куда катимся? Дикий характер. Гори ты. Хорошо. Тебе сказали, ты только посмотрела и начинай думать. То, что сказали, тебе на неделю хватит обдумывать. Пошли. Вот люди сектанты переходят, когда где-то. Женщины страшно дерзкие делают. Еще раз. Там все можно говорить. Все можно говорить. Она что говорит? Она говорит, то, что ее тянет на полпредложения, останови, это хватит, чтобы она в ад пошла. Остановить невозможно. Она кидается на все и на Божью Матерь, и все. Теперь она свободная. Свободная от праведности, как апостол Павел говорит. Ты услышал. Ну, что услышал? Теперь размышлять. А тут даже я еще предаточное предложение не сказал, уже вопреки, говорит. То есть, полсекунды даже не задумывается. А ты вот услышал это? Да. В двух непреложных вещах. А что за вещи? А почему непреложные? Начинать искать в литературе, где-то думать. А в дерзкую душу премудрость не войдет. Запомни это. Она ходит там, где тебя нету. Когда ты все отдал для Бога, и только одно место остается. Господи, приди и селись овны, и очисти ны от всяких скверных. А мы ныкаем, стоим, и ничего не знаем. А изнутри вот это вот идет пакость. Не стыда делается, ничего. Я не определенного человека, просто говорю. Я был во многих местах и видел, как ведут себя женщины. Ей ни грамма нельзя давать. Он говорит, я знал это, я ее держу, говорит, ниже принтуса. Что ж нигде. Как у старообрядцев, как суббота, профилактика после бани. На кулачный бой жену. Да. Ну ты видишь. Все. И она ходит по одной плашке. А верующие говорят? А правильно ли они делают? Скажу. Нет, неправильно. Ну, она должна как-то сориентироваться была, что. так нельзя тоже. У меня было к одному священнику пришли. За какого выходить нельзя? К одному. У него ребятишки. Батюшка был. Вот ребятишки, как обезьяны. И прямо на батюшку, на плечи, на шкафы залезут везде. У другого были. Я с одной епархии, новосибирской. Мы были там, а потом пришли без меня. И, видимо, то ли угощал он или что-то. Жена подавала, все где-то. Мы ее голос так и не услышали. Есть такой рассказ у Льва Николаевича. Толстой Ильяс. Они были богатые, но что-то было там, нападали какие-то кащеевые племена и все, у него все отняли. А он хозяин, богатый, гремел везде. И он к богатому устроился. И когда он сидел, а теперь хозяин и говорит, а вы знаете, это кто? это Ильяс, который тогда был. Да, у него тысячные табуны и лошадей были. Да как он так обеднял? А можно его спросить? Ну, спросите. Она потом говорит, отец, а скажи, вот, когда ты был в такой счастье, миллиардером, у тебя все было, приезжали банкиры, ну, я по сегодняшнему языку говорю. И вот сейчас ты в таком унижении все хозяину, баба твоя там подает, кумыс и прочее. Она подает, зайдет, и Петерзаном опять выходит. Задом только можно выходить, чтобы они со стороны не подумали о ней что-то. А тут опьянут сейчас, чтобы у ней там все было. Ну, что это? И вот, а не скажи отец, он говорит, что сказать я могу? Аллах знает. Мы раньше как, говорит, смотрю, работник уснул, а в это время охот начался, охот, то есть ягнется от бремени разрешать совоксу-то. Десять овечек попало, я ему выговариваю, и внутри у меня нехорошо, и помолиться-то некогда было. А сейчас я все сделаю, хозяин доволен, ужин дал нам, и мы со старухой молимся. Люди-то жалеют, жалеть не надо меня, наоборот, Господь сделал, чтобы я о душе задумался. Это Лев Николаевич Пастой пишет. Вот как надо рассуждать. А у нас, вот меня там унизили, там сказали, веру еще нельзя унизить, запомните. Верующие знают, что обида не христианское свойство. Значит, обиды нету, и все, и кончилось. И ты прославь Бога. Первые христиане шли, говорили, эти всесветные возмутители, всесветные возмутители. А на Иисуса, да он бесноватый, силой князя Бесовского. еще он, да нет вам небеса. Я чту отца моего, вы позорите меня. Просто и понятно. Ну, а тут сейчас надо ставить. Помолись. Поехали. Кто сказал, поехали? Гагарин. Знаменитый человек, а? Ну. Поехали. И на весь мир теперь пошло это. Кто говорил? Гагарин Юрий Алексеевич Гагарин. Сыграло третье, что остался живой и неповрежденный. Поэтому, вот, раскрыли там люк. Он на парашюте выброшен, катапульпа была, в то время не было посадки. А который, Волков там, Волков полетел-то, он ударился об землю так, что у него, говорит, в коленях, ноги, все оторвалось. Весь труп просыпался. А он такой же был, как огорчился Титов, Герман Степанович, что не его первого, как он переживал. И он лучше всех был, по всем показателям, по всем предметам. А чем Агагарин взял, Хрущев отобрал улыбку? Улыбкой покорил весь мир. Чтобы видели, какие при социализме рождаются герои. Королев. А? Королев, не Хрущев. Да, Хрущев, Хрущев после Королева отбирал сам. Ему представили трех. Их было сорок, потом оставили десять, из десяти трех, и тогда Хрущев сказал мне представить. И он подержал сколько там вечера и сказал вот этого. А на самом последнем моменте не знали. И двое сидели. Он должен был у него дублером быть. Я вчера только смотрел. Притом, данные, которые никогда не публиковали сейчас. И прямо съемка там шла, и слава, не выразишь, какая была. Никто не имел такой славы. И как будто никогда ничего не было. все. Поехали. Евреев 6.19 Которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннее зазавесу. О надежде речь идет. Толкование. Эту надежду мы имеем как якорь, ибо как тот якорь во время бури дает устойчивость кораблям, так и надежда делает твердыми и терпеливыми людей, колебающихся под влиянием искушений. Не просто сказал якорь, но безопасный и крепкий, ибо бывает якорь, который не сохраняет устойчивости корабля, или когда он испорчен, или когда он очень легок. Совершенно справедливо он напомнил не об основании, а о якоре, потому что основание прилагается к людям весьма твердым и любомудрым, а якорь к подвергающимся бури, какими были те, будучи обуреваемые искушениями. Выше сказал, надейтесь, ибо сбудется то, на что надеемся. Теперь, утверждая более совершенно, говорит, что мы уже и имеем это в надежде, ибо она, вошедшая внутрь неба, сделала то, что мы уже при обетованных благах, хотя еще находимся на земле, хотя еще не получили их. Такую силу надежда имеет, что земных делает небесными. Но как в Ветхом Завете завеса отделяла святое святых от остальной скинии, так и небо для нас завеса отделяющая земное от божественнейшего и пренебесного. Вопросы? Внутреннейшая завеса. завеса разодралась, что она это завеса означало? Здесь об этом не говорится разодралась, но именно видно, что входит. Где надежда, где якорь? Вот когда изображает вера, надежда, любовь, то какие предметы рисуют? Предметы? Ну да, предметы. Рисуют? Какие? любовь изображается всегда сердце рисует, любовь и стрелка вон взялась. Так, вера, что такое? Ну не знаешь, скажи, якорь, что изображает? Сейчас он говорит якорь. Надежда на него, да? Якорь надежда. Надежда, осталось только найти, что такое мера. И где-то она есть. Так, отрок и изображает картинку и рисует как раз третьих предметов. Это мир. Вера, крест Христов. Все, забыли совсем. Ну только он такой четырехконечный. А мы говорили крестный. Надежда, якорь, сердце, любовь. Все. Ну это можно уже узнать. верою в Сына Божия. Какого? Распятого и воскресшего. Вера. Крест это вера. Вера что? Осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. То есть как он умер и все. Как-то каким-то образом умывает весь мир. Никак нельзя понять. Очень и очень обнадеживает человека, что когда это имеешь. все уже сколько прошло сказали вы сейчас тут показали как первая христианская церковь была когда никаких баптистов не было она одна была в ту бы церковь попасть хотелось мне все ревностные все идут на благовестие не просто ты приехала посидела и довольная поела и попила и поглядела подышала потому что гонения были нет были проповедники гонения были люди но вот мужик который не слушается не по евангелию живет жена можете его обратить или надежда есть что обратит а какое средство вот евреи все захватили мусульмане везде везде ну почему с ними не борются меня спрашивают я говорю боремся боремся но нас мало а какое оружие оружие любовь другого не дано любовь мы должны показать что со Христом лучше чем без Христа уверенность в ожидаемом так в невидимом я единство могу сказать что из трех которые значения вы сказали это сердце это крест и якорь да а крест в себе как раз все три значения вмещают потому что бог возлюбил этот мир по любви то есть в любовь отсюда все вот я говорю верно одежда любовь но любовь из них больше любовь почему добровольно от всего сердца он не отдал не половину жизни а всю и поэтому на меньше он не согласен возлюби бога всем умом всей крепостью всем разумением твоим всем там еще была и матерь софия премудрой да евреям 6 20 куда предтечию за нас вошел иисус сделавшись первосвященником на век по чину мелхиседека толкование сказавши что надежда наша восходит на небо подтверждает сказанную удостоверяя это делами ибо и он христос вошел и не просто вошел но вошел предтечию то есть как бы убеждая нас что и мы должны войти ибо предтеча идет впереди кого-нибудь следующих за ним и расстояние между предтечей и следующими за ним совсем невелико как и между иоанном и христом поэтому не смущайтесь скоро и мы войдем туда где наш предтеча но не удовольствовался сказав предтечен но прибавил и за нас для большей убедительности как бы так говоря сам он не нуждался в том чтобы войти туда ибо зачем ему это когда он бог но как ради нас он воспринял плоть так ради нас же он вошел и внутрь неба чтобы нам открыть путь посему необходимо войдем и мы сами или выражение за нас обозначает чтобы ходатайствовать за нас предотцом как и первосвященник входил в святое святых однажды в год молясь за народ и это величайшее утешение если наш первосвященник на небе то он и много лучше иудейских первосвященников именно по способу избрания ибо он не по чину тех но по чину мелхиседека и по месту и по скини ибо он в горе и на небе по завету ибо о более великих и более совершенных блага ибо 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 он горе и на небе по завету ибо о более великих и более совершенных благах и по постоянству ибо вечный а не временный и наконец по личности ибо он сын божий поэтому не падайте духом но все это сказано о христе по плоти ибо по плоти он и стал первосвященник евреям 7.1 ибо мелхиседек как царь салима священник бога всевышнего тот который встретил Авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей толкования цель апостола показать различия между ветхим и новым заветами и на это он указал уже в самом начале сказав что древним бог говорил через рабов своих пророков а нам людям нового завета в сыне евреям 1.12 можно мне объявление сделать у нас в деревне сейчас топят соседка позвонила уже в деревню заливает помолитесь пожалуйста я поехала уже к нашему помоги господь пошла вода пошла вода и бомбят и бомбят и ток взрывает да газету помоги господи спасителя спускает да тонкий пробереж сам не знаю как здесь спальзи уже все сухо у нас ничего уже не рекомен У них всегда такой напор воды. То мимо пройдет, то их вообще запахнет. Они в мизинке как-то так. Помолитесь, я тонуть поехал. Газету ты принесли, которая была на нее? Там животные. Нет. Я сказал взять. Но так как слушатели были немощны и обнаружили малодушие при искушениях, то он в середине послания подкрепил слабых. И наконец после того, как достаточно ободрил их, снова начинает речь о превосходстве нового завета предверхи. И вникнем в мудрость его. Он показывает, что мелхиседек, который был прообразом Христа, превосходил Авраама. Ибо если бы не превосходил, то не благословил бы его и не получил бы от него десятину. А так как от Авраама произошли священники закона, то ясно, что мелхиседек превосходит и их, как бы и их, благословляя и получая от них десятину. В то время как благословил правоца их и от него получил десятину. Если же прообраз Христа, мелхиседек, столь сильно... Я хочу попросить, сейчас постоять и ты будешь молиться. Так, давайте молиться, призывай. Давайте поможем. Песня. 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 Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вопрос один на дорожке хотел сказать. Какой день в вашей жизни был самый-самый для вас важный. После этого дня у вас как будто бы что до этого было, все вело к этому дню. Теперь как бы водоразделы, теперь все посвящается тому, чтобы прославить Бога за этот день. Вы поняли вопрос? Меня спрашивают. Меня что ли спрашивают? Если хочешь ответить. Какой день в твоей жизни был? Сколько тебе лет сейчас? Мне 80 будет через два месяца. Ну вот, за 80 лет один только день выявил. Был хороший день когда-то тот. Один обрадовался отца моего, что сказал, что у него родился сын Иеремия, говорит. А теперь будь проклят день, когда я зачался. Вот определить то, что это раскаиваться не будешь. Один день. И всех дней. Вот 80 умножить на 365. Это много будет. Вот такой день был. Это когда... Все. А вы все будете... Не перебивать будете? Так я не знаю, скажи. Пришел Андрей Петухов ко мне и говорит. Тетя Рая, пойдемте на занятия в политехнический институт. Я все расспросила, он мне все объяснил. И естественно я собралась и пошла. И когда я оттуда пошла, вот мне такое было ощущение. Вот мне хотелось куда-то вот так руки вздернуть и вот кричать. Люди, опомнитесь! Люди, опомнитесь! Вот я в таком была вот настроении. Какое-то было такое вот. Мне куда-то хотелось взлететь и кричать на весь мир. Люди, познайте Бога, опомнитесь! Вот такое у меня было состояние. Ну давай. Ну, знаете, Тихонович, вы, наверное, не слышите, у нас топит беременность. Помолитесь, пожалуйста. Хорошо. Да. Да пусть мимо пройдет вода, чтобы ты выжила там, не утонула. Да, да, вот этого я хочу. И пограло, чтобы не затопило. Мимо пройдет. Да это не важно, лишь бы не затопило. Лишь бы дома не унесло. Дома лишь бы не унесло. Дома плывут по реке, я видел, Енисей, большие дома. Но Господь может так сделать, что и вообще не подойдет. Да. Да, может. Вас довезти до остановки? Да. Кто еще поедет с ней? Да. Сестры? Да. Кто хочет, выходите, машина готова. Да. Да. Мы салоним. Давайте. А у вас какой день самый знаменитый был? У меня, я помню, значит, у меня два суперзаменитых дня. Первый день, когда духовная дочь отца Александра Драпивоварев сказала мне о кресте. Это был 1996 год. Это ведь довезти вас до остановки? Не надо. Сентябрь месяц. Дату не сохранила. А второй день, когда я случайно купила в лавке Евангелие, которое нам подарили католики в честь крещения Руси. Тысячелетие такое, оранжевенькое, маленькое. Вот это был второй у меня счастливейший день. Ну, по-моему, это как бы один день только раскинулся у вас. Да. Так. Ну, понятно, о чем. Речь о том, когда плотское стало позади, а впереди было духовное, которого ты не знал. Это рождение свыше. Или вера открылась по слову Божьей. Что там все было? Так, мы уходим. Так, давайте закрыть надо. Мы все с подростками.